Шалом лекулям. Продолжаем наш путь по прямой дороге, по прямой колье, книга 10 Шарим вместе с Рамхалем. И мы находимся на третьей странице в наших источниках. Это седьмая глава. Объяснение составных частей расторопности. Помните, есть две части в качестве расторопности. Первая – это до начала действия. Вторая – это после начала действия. Что значит до начала? Говорит Рамхалем, не откладывая исполнение заповеди. Но лишь наступит ее время, заповеди связанные со временем, мы говорили, появятся возможности, заповеди, которые нам миздомнот, возникают возможности помочь ближнему. Дать сдаку. У них нет конкретных времен. Вернуть пропажу. И так далее. И не только о ней подумаешь, что заповеди, которые человек себя сам обязывает, решает какую-то заповедь исполнить. То, что нужно делать не медленнее, не мгновение. А схватись за нее, исполни ее. Не утратив времени. Потому что между началом, возможности в этом мире, мы говорили, заповеди – это не стандартная ситуация. Это как вспышки, как молния. Поэтому человек должен успеть. Да, сколько вспышка длится? Две-три секунды, да? Нужно это время схватить. Мы видели здесь, что речь идет не только о быстроте, потому что время оттягивает нам исполнение, а качество расторопности до начала исполнения заповедей покажет нам, что человек связан с заповедей, его соединения заповедей, его прилипленных заповедей. Потому что мы видим, что дальше нам Рамхар приводит здесь несколько источников, что не очень в них видно расторопность физическая. К примеру, да, первое – это воцарение Шломо. Где б'на-я-губе-ни-года-я. Его я – да. И сказал, да, да поможет Всевышний воцарить Шломо. И мы видим, что, хотя уже было порочество Всевышний о том, что Шломо будет царем, тем не менее этого недостаточно с нашей точки зрения. Мы не должны только на это полагаться, а должны еще к этому устремиться быстро. Хотя во внешнем действии не видно никакой расторопности, никуда не бежит. То же самое мы видим заповедь «Мицот» и «Мацот». Мы учили в прошлый раз одинаковое написание слов, хотя разный корень. Слово заповеди, слово «Мацот», «Мицот», «Мацот», «Мицот», «Мацот». Да, чтобы заповеди, как «Мацот», чтобы они не захвасились, такие заповеди, чтобы они не захвасились. Как «Мацот» ты даешь ей время, чтобы дать время. То есть человек чувствует, что он связан с Мицвой, да, он чувствует, что здесь происходит что-то особенное, да, он чувствует свое соединение, прониклонность к ней. Видим, мы видели историю с дочерями Лота, что там тоже как бы особо не видно расторопности. Но мудрецы нам открывают более глубокую вещь, что да, была и там расторопность. Хотя вроде стандартная ситуация, старшая была сначала с отцом, потом младше, вроде как по логике вещей, может быть, так и должно быть, да, сначала старше, потом младше и так далее. Тем не менее мы видим, что старшая была какое-то внутреннее отношение, более серьезное к этой возможности продлить человечество, взять на себя ответственность. И поэтому ее потомки пришли к царству Машиаха, к царству Давида на 4 поколения раньше, чем потомки ее сестры. Да, Руд из Муава на 4 поколения пришло раньше, как не возникло царство, чем от ее, чем от Наомы, которая вышла из Омона. Мы видели тоже в прошлый раз. И видели эту интересную вещь, да, где в Тегилии мицарь Давид описывает, что Всевышний нас будет вести, освобождать, чтобы не благаться от него, он будет вести нас и охранять нас до смерти. Это слово смерти Альмут. Можно прочитать, как не два слова Альмут, до смерти, а как одно слово Алюмот. Алюмот, Алюма это такая девица, да, молодая, расторопная, которая только слышит дарбуку, барабаны, сразу бросается в пляс. Все ее естество пробуждается, да, в отличие от пожилых людей, либо пожилых духом людей, да, которые есть люди молодые, но с духом они пожилые, то нужно их раскачать такое, да. Поэтому Рамхай здесь в конце второго абзаца говорит, что расторопность это великое совершенство, это великое качество совершенства, но человеческая тура не позволяет достичь его сейчас, и преодолевающий себя достигнет его в будущем мире, этого совершенства. Ибо Создатель Богословия, он даст вознаграждение за старание достичь этого совершенства во время служения. То есть мы видим, что здесь Рамхай говорит, что качество расторопности это не только физическая быстро рта, а это совершенство, то есть это твое соединение с митцвой, твое слияние с митцвой. Да, тут человек ощущает, как эта молодая девица, которая слышит темп какой-то и так далее, она сразу пробуждается в пляс. Так же и человек, его душа, увидев митцву, сразу пробуждается к ее исполнению. То есть мы здесь от качества расторопности, может быть, внешней какого-то и так далее, приходим к более внутреннему состоянию, что в принципе это качество, которое показывает твое отношение к заповеди. Как ты к этому относишься? Если человек относится к заповеди, он ощущает, что это что-то особенное, это возможность, то, конечно, он пробуждается и не упускает никакой возможности это сделать. Он будет через 5 минут, еще полчаса и так далее. Это все до начала действия. Теперь вторая есть вещь, расторопность после начала действия. То есть человек пробудился, не упустил время, чувствует свой фибур, свою связь, свою прилипленность с заповедью, бросается в пляс, в ее исполнение. Но этого недостаточно. Есть еще одна преграда. Закончить митцву. Это нужно второй вид расторопности, да? Это после начала действия. Давайте его почитаем. Так, секунду, найду здесь у тебя это. Да, кто хочет почитать? Давайте я почитаю. Угу. Расторопность после начала действия означает, что в начале исполнения заповедей нужно поторопиться закончить его. Это следует делать не ради облегчения, как торопятся сбросить с себя тяжелый губ, но из-за опасений не успеть закончить исполнение заповедей. От этого множество раз предостерегали мудрецы, говоря, берегших раба в 8-5, тот, кто начинает исполнять заповедь и не заканчивать, похоронит жену и детей. И сказали, заповедь называется по имени того, кто закончил ее исполнение. И сказал царь Шлома, в Мишлее 22-29, видел ли ты человека, проворного в деле своем? Пред царями он будет стоять, не будет стоять пред темными незнатными. И отнесли мудрецы это похвалу к самому царю за то, что он поторопился со строительством храма и не поленился, не отложил это строительство. И разъяснили мудрецы, что так же, как можно сказать о Маше, потому что он торопился поставить скинию, и далее ты найдешь, что у праведника все сделается быстро. Об Урааме написано, да решит в 18-6. И поторопился Абрам, шофер в царе, и сказал, поторопись, и дал юноше, и поторопился, и рифка, да решит в 24-20, и поторопилась, и опорожнила кукшинку. Сказано так же в Медраше, в Медва, в Раббадейске. И поторопилась женщина, и сказано следующее, что все деяния праведников делаются быстро, потому что праведники не утратят время ни до начала исполнения, и не после начала исполнения. Я что-то здесь не понимаю. Тут еще есть полглавы, и снова ее нет, да? В серокопиях. Нет, 7-8. Ну, а еще есть полглавы здесь, у нас что-то в наших копиях она закончилась, а еще есть полглавы, которой здесь нет. Почему-то. В предыдущей тоже самое было в седьмой. Ну да, видимо. Абререзаем. То нужно будет найти это самое. У вас тоже так или нет, да? Все, восьмая глава начинается, да? То нужно будет найти другое издание, его отпечатать, выложить снова источники. Полглавы не хватает. Причитайте еще раз этот абзац, он очень нагруженный, такой сейчас еще раз его пытаемся объяснить. Тов, мы давайте еще раз посмотрим. У нас, мы сказали, что более глубокое понятие качества расторопности, это связь человека с митцевой, его соединение, прилепленность. И это проявляется в двух аспектах. Первый, когда человек замечает, что есть такая возможность и сразу бросается ее не упустить. И вторая вещь, когда уже начал, то очень опасается, что не закончит. Да, потому что не каждая вещь, которая начинается, заканчивается. Мы знаем, что как есть такое выражение, арбеат халот. Здесь много начал у людей. Люди начинают много дел, сколько заканчивают из них. Чек начинает учиться, так, все, туда-сюда, так. Новый урок, новая тема, интересная, туда-сюда, через 2-3 недели все расселись. Чек начинает изучить, и все. Решает на себя, приняет решение, учит, прошел первый массы, вторая уже хуже, третья уже посредине, и все. И всегда есть причины, конечно, это. Поэтому здесь, есть расторопность после начала действия. То есть, на самом деле, совершенная твоя связь, прилипленность, самоидентификация с митцвой, с божественной возможностью, со святостью, она не только в начале, хотя это первая вещь, но в том, что ты хочешь закончить это действие в этом мире. Не, чтобы побыстрее его закончить, быстро-быстро помолиться, и так далее. А чтобы не упустить, потому что ты понимаешь, что это возможность. И то, что ты схватился за за хвост. Ты еще не знаешь, что ты его удержишь, да? Потом говорится, что расторопность после начала действия означает, что начало исполнения заведения, нужно поторопиться, закончить ее. Это следует делать не из-за ради облегчения, который обрабатывает тяжелый груз, да? То есть, ему уже тяжело, уже это не... И так далее. Есть такой рассказ про одного из рыбий, по-моему, рыбий из Скотска, я не помню, что он потерял на вокзале чемодан, чемодан, какую-то свою там котомку, как называется, кошелку, какую-то свою там, не знаю, там, с вещами что-то. И все хасилии начали там ему искать, где наш рыбий потерял все. И один там тащит там одно, и он говорит, нашел, тащит какой-то огромный такой там ящик, что-то такое, и пыхтит, и все. Если, говорит, это такая тяжелая ноша, то это не моя ноша, моя ноша легкая была. Как говорит пророк, любви Агата Яков, я не помню предложение по суку, как говорит пророк, что ты не во мне потеешь Яков, Яков это дом Израиля, то есть, если народ Израиля слишком потеет заповеди, то знайте, что это не заповедь, что-то другое. В моих заповедях, если вы исполняете мои заповеди, мое желание, то должно быть все очень легко. Человек, да, у нас неправильное отношение восприятие, что есть такое заповедь. И мы ее тише, когда человек, шаббат, столько запретов, все нельзя, он там себя насилует, и чтобы о будущем не говорить, и муксы нельзя трогать, и не планировать на завтрашний день. И человек, для него этот шаббат, то это знак, что это не шаббат Всевышнего. То есть, мы еще не пришли к состоянию, что мы собираем шаббат Всевышнего. Шаббат Всевышнего человек находится в Ганедене, у Ляма Бам, все замечательно, все хорошо. Он соблюдает все эти законы, говорит о будущем, но это не ноша тяжелая для него. Человек начинает учить закон на шонара, и хочет сказать, и останавливается. Еще одну фразу, и все. Не может произнести слово уже. Ему так все это тяжело, он чувствует, что юдинская такая тяжелая вещь. На самом деле, ты просто не исправил себя, не пришел к исполнению. Да, это очень легкая вещь. Посмотрите, Равбегона, он говорит много, правильно, все время учит, преподает, и так далее. Чуть, здесь абсолютно свободно. Соблюдайте закон на шонара. Его это не не отягощает. Как говорит, это Требе, если это тяжелая ноша, то это не моя ноша. Моя ноша была легкая. Пророк говорит, если ты так тяжело исполняешь штору, то знай, Яков, знай дом Израиля, что это не мое служение, вы служите. Может быть, человек так далеко от этого служения, что он чувствует, что ему все это мешает, все это внешне и так далее. Поэтому говорит, это не для того, чтобы сбросить из себя тяжелый груз, это неправильное отношение к заповеди, но из-за опасения не успеть закончить исполнение заповедей. На вере написано Ля Шлим. Ля Шлим, чтобы был Шалэм совершенный. То есть, то, что ты начал, это еще не значит, что ты до конца соединился с Митцвой в этом мире. Поэтому от этого, от этого, от этого второго аспекта, который человек уже начал, но не закончил, об этом множество раз вот предосягали мудрецы. Говорят, кто начинает исполнять заповеди и заканчивать, похоронить жену и детей. Ну, прям, очень страшно, да? Я, честно говоря, не знаю, или это, как бы, мудрец имеет в виду, что прям такой закон, да? Что человек сделал? Но начал исполнять заповедь, допустим, там. Не закончил, но довел его до конца. Такое строгое наказание. Поэтому на этот вопрос у меня нет ответа. Но обычно, когда Медраж говорит какие-то очень такие жесткие вещи, это для того, чтобы подчеркнуть, во-первых, привести пример определенный, чтобы мы из этого примера выучили какой-то принцип. Вторая вещь, чтобы подчеркнуть какой-то аспект очень важный здесь. То есть, заповедь обычно, это вещь, которая, ну, она короткая, да, возникла сейчас, есть вспышка, молния святости в этом мире, и в этом материальном мире, в мире тьмы, вдруг возникает свет, ляма ба, будущего мира, святость здесь возникает. Это быстро, очень короткая вещь, и так далее, там не тянется много времени. Построить дом, семью, жениться, быть женатым, вырастить детей, это длится годы, правильно? То ему говорят, мудрецы, что если ты короткую митву, локальную, да, в этом мире не исполняешь, не замечаешь, не преследуешь, не завершаешь ее, то как же ты закончишь длинную такую митву? Ведь семья, это идея Всевышнего. Всевышний нас обязал создавать семью. Эта митва очень длинная, длится, я знаю, там 50-70 лет, не знаю, и так далее, плюс-минус. То есть, если ты короткую митву не исполняешь, да, то как же ты такую длинную митву исполнишь? Может быть, здесь есть еще аспект, да, что человек, знаешь, похоронит жену и детей, то есть, в этом мире для чего ты женишься? Ты хочешь, чтобы довести дело до конца? То есть, это же абсурд, что человек, если бы человек изначально женился, он женится, чтобы бездрата шем через полгода развестись. Он женится, чтобы бросить свою семью, там, изначально. Или, да, не дай бог, человек своими руками либо знает, что, не знаю, он создает семью, которая знает, что она разрушится через какое-то время. по разным причинам, из-за болезни и так далее. Обычно люди так не делают, зная эти вещи изначально. Правильно? Человек создает семью, чтобы продолжить себя, чтобы было продолжение. Даже те, кто развелись, знают, что они не, на свадьбе, когда они стояли, у них было ощущение, что это навечно. То есть, это такая очевидная вещь, да, такой длинный процесс, который требует столько вложения, столько денег, времени, внимания, сил, самопожертвования, преданности и так далее и многих других испытаний. Человек берет на себя все это, чтобы это закончить. То как же ты можешь к митцве, которая более короткая, относиться так абсурда, что ты начинаешь и не заканчиваешь? То есть, нам внутри показывают абсурд. Семья очень понятная вещь. То есть, опять-таки, мы к семье относимся очень, как бы, может быть, инстинктивно, да, желая продолжить себя в этом мире, человек ощущает, что он не хочет закончиться, чтобы у него было продолжение. И это абсурд, если человек вкладывает такие силы, женится и через два месяца знает, что все закончится. Такая американская свадьба, которая заканчивается фильмом, американской свадьбой, а дальше, что было, интернет рассказывает, что было после этой свадьбы. Какое слово используется наиврить и похоронить? Ликвор, слово кевер. Какое значение наиврить? Могила. Это метафора, имеется ввиду, он похоронит в плане уничтожиться временем, а то семейство не будет так поступать. То, что они умрут, и он их закрывает. И здесь приводит интересный комментарий, он говорит, кто это говорит? еще один аспект, мы играли об этом, тоже много говорит, упоминает, что здесь, он приводит источник, кто же так же из Огорода, здесь у меня есть книжка с комментариями. Он говорит, интересную вещь, что человек понимает, что в этом мире несовершенен, неполноценен, поэтому он женится, он чувствует, что он сам, как бы полчеловека, Бен Адам, не Адам. Мы уже много раз с вами говорили, что второе благословение на Хупе, и одно из семи благословений, которое произносит, это Юцера Адам, создающий человека. Первое, Шаколь Бара Лихвадо, что Всевышний Своил Всего во имя Своей Славы. И второе благословение на Хупе, которое говорит Бог, это Жангамберам, Юцера Адам, создающий человека, здесь, сейчас. Потому что мужчина, женщина на месте, это человек. Получается, человек ощущает, что он несовершенен, то, что он родился в этом мире и прожил какое-то время, это только его начало, он смертный, он несовершенный, ему нужно восполниться, поэтому мужчины на жизнь соединяются. Это его, как бы, с точки зрения его личности, сущности, с точки зрения его нахождения по отношению к времени, он знает, что он смертный, поэтому он хочет детей, сыновей и так далее, чтобы у него было совершенство, то есть вечность во времени. Что такое дети? Это продолжение меня, это я в продолжении. Поэтому отношение человека к детям должно быть, это я. мое продолжение. И люди обычно инстинктивно эти вещи чувствуют. То есть, если ты, то есть, так же, как тебе очевидно, что ты сам несовершенен, так же, если ты несовершенен с точки зрения времени, ты конечен, ты хочешь себя восполнить, то такое же должно быть отношение к любой митцве, да, что начало митцвы, это еще не ее окончание, это еще несовершенство, она еще не закончилась. Поэтому человек, который митцву не заканчивает, он, в принципе, показывает своей натурой, что смотри, меня не интересует в этом мире быть совершенным, полноценным. Потому что жена, которая его восполняет, дополняет, она умрет, не дай бог. И дети, которые его дополняют с точки зрения его процесса в вечности, да, быть во времени, то тоже заканчивается. Но я думаю, что здесь главный аспект, это подчеркнуть идею, как бы, да, эту очевидность по отношению к семье, да, и вещи, которые не очевидны по отношению к семье, также по отношению к семье, тебе очевидно, что ты это длинный процесс, ты хочешь подвести до совершенства. По отношению к митцве, иногда у нас это несовершенно, и мы относимся к этому очень коротко. Поэтому здесь говорят, да, что, и вторая вещь, он здесь приводит, здесь, один из, да, мидраж, который говорит про аспект страха. То есть, да, человек иногда, чтобы служить Всевышнему, должен использовать элементы страха, потому что иногда его более высокие мотивации, идеалы, ему не помогают пробудиться. Но если он пробудит в себе, может быть, очень низкую ступень, очень простую, для этого не нужно много мозгов, но страх, после этого мидража, каждый, кто знает, что если он не исполняет заповеды, доводит до конца, то он похоронит жену детей, то его это быстро подбодрит. Сейчас мы видим другой источник, который уже говорит не про страх, а отношение к окончанию и совершенству заповеди с точки зрения уже более возвышенной ступени. Он говорит, «Если мудрецы, заповедь называется по имени того, кто ее закончил». То есть, уже с точки зрения возвышенного подхода, идеала, да, то есть, кто завершил заповедь, кто стал частью совершенства в этом мире. В этом мире возник свет, один человек его начал, но другой человек его закончил. Кому относится совершенство, кому оно приписывается? Кто стал частью в этом мире, кто стал частью совершенства, которое относится к миру духовному? Ответ тот, кто закончил заповедь. К примеру, когда сыны Израиля выходят из Египта, выносят кости Иосефа, то потом, да, в книге Шофтим вынос кости приписывается кому? Сынам Израиля, которые вышли в землю Израиля, не Мушет, который их вынес. Потому что они закончили, они довели дело до конца. да, как Фасук здесь говорит, да, как Фасук здесь говорит, написано, да, это, что сыны Израиля вынесли его кости, а Мушет вынесли его кости. они закончили это дело, поэтому они стали частью и это совершенство приписано им. то есть получается человек становится частью Митцвы, да, он не только начинает, он заканчивает, он хочет быть полностью неприклённым, знать, что одна Митцва это одна из 613 заповедей из общего, из общности, и он хочет быть ко всей этой обществе быть связанным через эту Митцву. Впрочем, мы прошлый раз говорили, когда человек, который держит кружку, мне давно стоят в этом, без ручки, но мы прошлый раз держали с вами кружку с ручкой, да, и человек, который держится за ручку, держит при себе всю кружку, но за ручку. Так и здесь, человек ухватывает одну заповедь, которая на самом деле, только ручка ко всем остальным заповедям, ко всей Торе и так далее. Поэтому, видишь, здесь тоже пример, да, уже с точки зрения более возвышенной, заповедь называется по имени того, кто закончил ее исполнение. Еще один источник, говорит царь Шломо, в стропности, закончил заповедь, видел ли ты человека проворного в деле своем? То есть, если ты его видел, то что, как он будет ждать? Он будет стоять перед царями, не будет стоять перед темными незнатными. Здесь тоже есть посылка, которая подсказывает, что человек, который исполняет очень расторопно, да, и заканчивает свое дело до конца, то его награда, что это стоит перед царем. То есть, он встречается с царством в этом мире. Царство – это понятие совершенства, да, что все аспекты жизни включены в одну идею. Человек не живет только у него какой-то один элемент его жизни, допустим, да, он служение Всевышнему, а вся его жизнь является служением Всевышнему. Это называется Малхут, царство. Даже как законы царя объемляют всю страну, все сословия, все социальные уровни, всех людей, все аспекты, армию, сельское хозяйство, везде мудрость царя проявляется. Также человек, который заканчивает заповедь проворным, будет стоять перед царем. Он стремится к совершенству и он в будущем удостоится встретиться с совершенством, понятием Малхут, царства. И не будет стоять перед людьми темными, незнатными просто, и так далее. И не просто это такой комплимент, а мудрость не стоит до пахову к самому царю Шломо. То есть сказал это тот человек, который знал, о чем он говорит, за то, что он поторопился с строительством храма и не поленился, не отложил это строительство. Почему? Потому что царь это не частный человек, который живет импульсивно. Иногда человек сегодня утром решил там, встал рано на молитву, перестал там, бросил курить и так далее. Человеку есть такие импульсы в жизни. Знаете, когда происходит такое, иногда это не продолжается, это прекращается и так далее. Царь не может себе позволить жить, если это не сумасшедший царь, у нас есть много примеров сумасшедших правителей, но если царь давить Шломотом и так далее, царь грамотный, мудрый и так далее, то он не позволит себе жить импульсивно, потому что от него зависит все государство. Сейчас будет какие-то реформы произвести, ему там в голову что-то взбрело, как мы с вами ехали недавно были в Гуштёне, как его звали этого царя? Ирод, да? Ирод это был, который построил это Иродион? Да, Ирод. Ему взбрело в голову посредине пустыни построить город, так, все силы туда, всех рабочих. Кому это нужно? Зачем это нужно? Оправданно это нет. Человек импульсивный, да, и так далее. Он гору насыпал. Гору построил там. А на горе там замок внутри. Саввиху. Вообще колоссальный труд. Колоссальный труд. За чего? Зачем? То есть, да, это импульсивность, но настоящий царь не может себе позволить жить такими импульсами. Поэтому то, что написано, что Шламов поторопился с построением храма, не отложил его, не отложил времени, показывает, что это был не импульс, а это была стратегия. То есть, он все царство свое построил на идее этой расторопности и довести дело до конца. Уже кто сказал, что он закончит? Начнет строение храма, а там начнется потом туда-сюда, нет бюджета и так далее. на храма, И раздель ему дозит, что также можно сказать, потому что он поторопился поставить мешкан с кинью. То есть, храм, мешкан, это митсва, которая больше всего проявляет идею царства. То есть, мы видим, Рама говорит, что три заповеди обязываются Истраэль, когда прийти в землю Израиля, написано, что он через день здесь этого. И то же самое пишет там в царя про царя Машиаха, что одна из вещей, что он делает, боюется Малеком, собирает рассеянных и строит храм. То есть, мы видим, что храм это не Рабанут должен построить храм, а царь государства должен построить храм. То есть, это пик царства. И два царя, и Муше, и Шломо очень торопятся в этой заповеди, потому что это пик проявлений царства. В ней объединяется много составляющих, есть и материальный аспект, и дизайн, и архитектура, и так далее. Есть духовный аспект, есть экономические вещи. То есть, все силы страны и народа направляются на эту заповедь. И все это в быстроте. Именно здесь проявляется качество расторопности. И далее ты найдешь, что у всех праведников все делается быстро. Абраме написано, приходит к нему ангел, говорит Сави, поторопился Аврам, написано. Столько раз Тора подчеркивает слово поторопился. И сказал Сави, поторопись. И дал юноше, и сказал ему, тоже поторопись. Он на всех поторопливает Аврам. То есть, пришли гости, и сейчас есть возможность. Топ, они уже у него дома. Куда они уже уйдут? В пустыне. Куда они уйдут? Это они могут прийти сюда в келят муше. Потому что человек в дом, говорит, ой, мы тут голодные, приехали из Украины, вот и убежали от войны. Нам негде там поесть, побыть, все. Топ, сейчас секунду я пойду жену спрошу. Пока он пошел жену спросить, эти гости думают, смотри, так неудобно. Он пошел жену спрашивает, наверное, у них нет невозможности, денег может неудобно, тогда быстро уйдем в другой дом. Ушли. Он пришел сказать им, заходите, а они уже ушли. Человек начал митцву, и закончил. У Авраама это была не ситуация, там больше никого не было в этой пустыне, никуда они уйдут. То есть, он в принципе, когда побежал, их пригласил, и они собрались по нему прийти. То там, он мог спокойно все это делать, потому что им некуда идти в пустыне. Но Авраам знает, что нельзя на это полагаться. не только потому, что технически, что они кому-то перейдут, а пришла тебе митцва, не заквась ее, как Мацан, да, написано. Поэтому Авраам говорит, поторопись, поторопись, поторопись. И написано, и поторопилась, прорывку написано, и поторопилась, и опражнила кувшит. То же самое, она там поит. Уже начала поить, но после этого уже спокойно, но тяжело. Тора подчеркивает в тех единичных словах, которые она тратит на писание этой истории, что она поторопилась. Именно это качество очень важно. Именно эта вещь выделяет Тора у праведников, да? Сказано в Медорше, и поторопилась женщина. Это было в книге Шуфтим, о чем там идет речь. Жена Моноха. Мама, кого была жена Моноха? Шимшона. Она побежала его позвать, чтобы он услышал, что говорит ангел. Открылся ей ангел с пророчествием про Шимшона, там у него будет сын, там и так далее. И она не просто пошла его позвать, она поторопилась, Тора подчеркивает. И поторопилась женщина. Ватима Гер и Ша. Чтобы быстро, да, не упустить возможность. Потому что кто сказал, что ангелы продолжат с ней говорить? И сказано следует, что все деяния праведников делаются быстро. Опять-таки, это не кипич такой, я человек суетливый. Суетливость это нехорошая вещь, человек не сосредоточенный, не сдержанный, не запланированный, да, он может быть суетливый. И там, тут кружку развил, туда-сюда-то, и у него человек обычно что-то не происходит и так далее. Я уже много раз видел, да, в жизни, кажется, на этом можно на личном опыте, да, что если, куда-то спешишь, то наоборот, не спеши. То есть, сделай спокойно, потому что будешь 20 раз ключ в дверь засовывать, не попадешь. Остановись, спокойно засунь, меньше времени потратишь, может быть, то же самое время, по крайней мере, будешь спокойно, да, это самое. Потому что праведники не тратят время ни до начала исполнения заповедения, ни после начала ее исполнения. сегодня мы остановимся здесь, на этой точке, сейчас продолжим, и нужно взять, найти источник, где есть полная глава, потому что здесь почему-то только каждая глава, приводится в полглавы, то же самое, мне кажется, восьмая глава, нет, восьмая глава действительно короткая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА